Здравствуйте, меня зовут Елена Кошелева, и я эксперт по отношениям, и я психотерапевт. И уже долгое время, больше 15 лет, я общаюсь с женщинами, которые попали в сложные ситуации, которым очень важно выстроить те отношения, которые они хотят создать в своей жизни. Часто бывает такое, что когда ты встретилась с мужчиной, и у вас еще такая недолгая история ваших отношений, ты принимаешь его таким, какой он есть, ты можешь восхищаться им искренне, ты можешь делать все то, что очень важно, принимать этого мужчину. Но когда ты начинаешь жить долго, и уже дети, и уже какие-то, у вас есть жизненная история, и иногда, когда мы проваливаемся в ребенка, растворяемся в ребенке, в семье, часто у мужчины появляются увлечения, может быть, это трудоголизм такой, в работу влюблен ваш мужчина, может быть, это любовница. И тогда очень сложно уже делать какие-то вещи, которые раньше казались очень легкими и простыми. Часто приходят женщины, которые, я вижу, что она красивая, что в ней есть женственность, в ней есть такая, знаете, женская сила внутренняя, но в какой-то момент просто контакт потерян, она не понимает, как ей получить доступ. И она говорит о том, что как хорошо бы научиться быть женственной, как хорошо бы научиться быть сексуальной, но это все у нее уже есть. За 10 лет работы с женщинами я поняла, я увидела этот алгоритм, как двигаться для того, чтобы пройти сквозь все ловушки и все препятствия, которые возникают на пути. Прежде всего, важно настроить себя, себя на волну наполнения, на волну удовольствия. Иногда задают вопрос, что это эгоизм или это такое состояние, когда тебе просто хорошо и комфортно. Это наша забота о самих себе. Очень важно научиться это делать. Второй шаг – это то, когда ты идешь к своему мужчине и строишь с ним близость на уровне разговора, на уровне общения, когда ты строишь близость на уровне понимания, что именно этому мужчине подойдет в сексе, что ему нравится, что он любит. И, конечно же, это твой сексуальный рейтинг, когда ты можешь вырастать. Вырастать и в глазах этого человека, чтобы он говорил о том, что моя жена, моя женщина, с которой я живу, которую я выбрал, она самая лучшая.